вот находимся в автоцентре стрела по улице селькоровская 82 в видим что клиенты приезжают заходят пытаются заключить договор то есть они видят на сайте что есть ценники есть низкая стоимость продаж трассных средств в этом автослоне сравнивают других на салонах и понимаю что в этом салоне выставлены рекламные рекламные акции по низкой цене более эффективной рекламе они соответствовать сюда вот сегодня уже поговорили с тремя потенциальными клиентами все они убедились в нашей правоте убедились том что на самом деле да здесь мошенники сидят обманут людей то есть увидели на сайте наши сюжеты и сказали спасибо вот сейчас подошли еще одни клиенты они зашли как раз буквально вот этот автоцентр всеми тоже провели беседу но они сказали посмотрят поговорят и примет решение ну вот видно что в настоящее время клиенты которые приехали в этот автоцентр проводит беседу с менеджером видно что менеджер упорно и очень так целенаправленно пытается их убедить в том что покупать машину только у них и здесь же понимать же надо что сам угол как преподнести как построить речь как построить диалог как красиво и правоподобно подвести людей вот к этим мошенническим действием понятное дело что если же на начальном этапе идет искаженная информация потому что все при воспринимать что у неофициальных у нефициальных дилеров машины дешевле не могут стоить никак абсолютно это подтверждается тем что очень много народу обманывать своих автосалонах и в Екатеринбурге порядка десяти и практически любой автосалон рентабельный то есть значит клиенты которые могут быть подвергнут обману мошенничеству они находятся не приезжают и сегодня мы наблюдаем уже пятых по счету с которым также была принят беседа то есть им было разъяснено что в этом автоцентре идет обман идет поэтапный обман то есть сначала говорят одно потом другое договора подписывают берут залог залог помещается то есть изначально когда они уже начинают диалог с клиентом они просят внести переначально взнос но по имеющей информации этот взнос уже является фактором оплаты этого диалога это уже то работа которого была проведена она идет именно для этих целей и эти единицы со уже не возвращаются говорят что это хлеба все договоре это прописывается возможно в договоре это прописано мелким шрифтом людей это не замечают или используются юридические формулировки которые поверхностно писать эту ситуацию и человек читая договор не может до конца понять стоит ли верить этому менеджеру который говорит одно автогорье по фронту совсем другое это вопрос остается до сих пор загадочным и люди идут многие идут верят как бы они говорили что их никто не обманет они умные аналитики но практика показа что попадаются даже им ну и и люди которые состоятельные также приезжает вот приезжал мужчина на рейнджовер и волк машина партичка уголовала стоит там порядка 10 миллионов но даже такие клиенты пользуются спросом в этом в центре